ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которая все бы сделала идеально, и можно было бы сказать, что да, вот этот вот прокат, он абсолютно заслуживает этих оценок, и это было превосходно. Такое впечатление произвела только одна пара, но это была исключительно первая часть программы. Имеется в виду Полина Панфилова и Дима Рылов, естественно. Во второй части программы все было не так здорово. Снова ковыряние в дорожке шагов, еще и с вращением получилось не все хорошо. Три из двенадцати пар у нас получили четвертый уровень дорожки шагов, две пары, которые находятся в лидерах, Бойкова-Козловский и Павличенко-Хадыкин, а третья пара – это Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. И из всех вот этих троих пар мне больше всего понравилась дорожка шагов именно у Юлии и Миши, но, к сожалению, им не удался чистый прокат, зато получился хороший выброс. Алина Пепелева и Роман Плешков также порадовали, особенно учитывая их неудачный старт в этом сезоне, приятно видеть наконец-то какую-то стабильность. Алиса Ефимова, Александр Коровин. Каждый раз, когда Алиса выезжает в странного прыжка, это можно сказать, что произошло чудо, а катались они действительно очень хорошо. В катании была скорость, амплитудность, но пока еще видна небольшая скованность, а так потенциал у них безусловно есть. Что же у нас касается тройки лидеров, Даша и Денис откатали достаточно чисто, но все-таки на гран-при они катались получше. Ну и плюс до сих пор в некоторых местах программы прям очевидно, что это все еще юниорское катание. И сами простые элементы, какая-нибудь хореография, также это выдает. С концовкой короткой программы ребятам нужно что-то делать. Потому что вот эта суета и неряшливость, но вот эта заключительная хореография, ну это просто-напросто портит впечатление от всего проката. Что касается Саши Бойкова и Димы Козловского. Опять же, все-таки на гран-при они катались получше, и я тогда сказал, что это прям была абсолютно точная оценка 80 баллов, то есть тогда это было именно без вопросов катания на жирные 80 баллов. Вот именно так они грандиозно и здорово откатали. В этот раз чего-то им не доставало. Может быть камера так снимала, но было ощущение небольшой скованности, а в некоторых местах небольшой суеты. В целом откатались, конечно, здорово, но вот мне не хватило убедительности, которая у них была, когда они выступали, например, на этапах гран-при. Ну а Женя Тарасова и Вова Морозов кататься стали лучше здесь без вопросов, но совсем не было изюминки в прокате. Как-то все было слишком по-простому. Посмотрим, как они откатают произвольную программу. Но вот данный прокат также не был убедительным. То есть когда, например, смотришь на подобные баллы, и потом решаешь посмотреть сам прокат, то ожидаешь увидеть нечто особенное. Это может быть что-то захватывающее, что-то красивое, что-то гениально спокойное. То есть такие оценки должны выдаваться, чтобы после проката хотелось сказать, вау, вот это было реально круто. Но, к сожалению, это не было круто, это было совершенно по-простому. Так что совсем не убедили. Ну и подводя итоги, лучшая программа в короткой, точнее даже не программа, а первая часть, была у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. Лучшая дорожка шагов была у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева. Ну и, собственно, будем ждать произвольную программу. Возможно, там больше пар смогут проявить себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok